9 сессий, 25 заседаний президиума, 15 проектов изменений в законы, а также круглые столы, акции, конкурсы, соревнования. Это все за два года работы молодежного парламента. В роли депутатов побывали около 60 молодых людей. Решали самые острые проблемы, например, очереди в детских поликлиниках. Ставятся эти информаты, которые выдают талоны. Но по факту приходим в больницу, причем это и в сельских, и в городах. И проблема очередей. Оказалось, проблема тут. Люди просто не могут, и в больницах не могут пользоваться, и люди не могут пользоваться этим талоном. Мы разработали памятку, но элементарно. Разработали памятку и повесили прямо над этим устройством. И просто люди приходят и знают, как говорится, какие кнопки нажимать. Молодежный парламент Удмуртии входит в десятку лучших парламентов России. Председатель Госсовета Удмуртии работу молодежного парламента второго созыва оценил на пятерку. Это уже готовые кадры для республики, уверен Владимир Невостроев. Есть ребята, которые уже готовы работать в наших администрациях в виде заместителей, руководителей отделов, ну и правительства. Конечно, этих ребят надо сейчас взять на заметку. И у нас комиссия, которую возглавляет Наталья Алексеевна Сударикова, будет сопровождать дальнейшим, кто чего достоин. И будем, наверное, их уже предлагать на другие работы, на другие должности. Второй созыв молодых депутатов отработал свой срок. На последнюю сессию пригласили и кандидатов в новый состав. Молодежный парламент в первую очередь поможет мне в дальнейшем набраться определенного опыта с целью продвижения своей кандидатуры по депутатской линии. Прием заявок от кандидатов в молодежный парламент третьего созыва в самом разгаре. Критерии – возраст от 18 до 30 лет. Претендент должен собрать 250 подписей за свою кандидатуру, ну и главные программы, с которой он идет в парламент. В октябре действующие депутаты Госсовета Удмурти вынесут вердикт.